что ж продолжим какое количество клиентов вообще для вашего бизнеса существует в принципе даже если ограниченное количество клиентов вы думаете что в вашем районе где находится ваша торговая точка скажем продуктовый магазин магазину дома ограниченное количество клиентов это да но количество итераций регулярная постоянная ну среди среднее количество итераций постоянно так оно конечно может и возрастать и уменьшаться но рассчитываем на то что постоянно люди пользуются этими этими продуктами и услугами и второй вариант какая-то уникальная услуга которую люди там может быть заказывают раз в жизни раз там в 10 лет количество клиентов тогда не может быть это есть тогда не можем рассчитывать на магазину дома тогда мы должны расширять потенциальный круг наших клиентов и уже не быть привязанными к географической точке когда надо выстраивать таким образом бизнес чтобы мы были не ограничены в пространстве если у нас есть ограничение по количеству людей которые в принципе это когда-либо заказываю ну и соответственно для того чтобы соблюдался принцип бизнес должен приносить прибыль если вы ищете клиента 1-3 года то стоимость ваших услуг стоимость вашего продукта должна быть достаточно высокой чтобы покупать те месяцы и годы пока вы не продаете а только подготавливаете сделку два совершенно разных подхода ну слава богу с приходом интернета можно уже не беспокоиться о том что количество клиентов ограничено можно черпать клиентов постоянно из этого бесконечного источника главное наладить логистику наладить сервисное обслуживание обеспечивать качество продукта и плюс к тому можно использовать продажу не только скажем физического продукта и продажу услуг продажу информационных продуктов и тогда где бы человек ни находился это ваш потенциальный клиент если у вас достаточно широкий рынок cycles тяга Смотрите продолжение в следующей серии. Тема не движется, пробка тоже не движется. Видимо, сегодняшний эфир закончу на этой ноте. Хороших вам выходных! И до понедельника! Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует...